Приветствую, друзья, с вами Зидыч, и я хотел бы спросить, что вы бы сделали, как бы вы отреагировали, если бы я по какой-то причине назвал кого-то из зрителей бичарами? Не знаете, да? Сложно там ответить на такой вопрос. Хорошо, давайте посмотрим ролик, который мне скинули буквально сегодня, о том, что происходило на официальном канале. Это небольшая вырезка, о которой я даже не знал, и буквально вот мне зрители писали на моей сегодняшней трансляции об этом, я думаю, что за бичары, что за бичары, ну вот посмотрите сами. Самое того этого, как говорил мой дед. Да, кстати, я хочу передать отдельный привет всем бичарам, которые считают, что мы должны давать 50% скидон на новый товар, только что анонсированный. Вам большой привет в вашем выдуманном мире, я надеюсь, что у вас все хорошо, и что вы на все новые товары, на все новые выходящие айфоны, например, получаете 50% скидки. Наверное, все сделали выводы, и в принципе справедливо, то, что вот судя по этому отрезку, в 15-20 секунд стример неадекват. С чего он начал оскорблять аудиторию, что с ним не так, блин? Просто вот начал всех называть бичарами, причем всех игроков War Thunder, не только тех, кто был на том трансляции, то есть это глобальное такое оскорбление, то есть, понятное дело, его надо уволить, его надо просто к кресту прибить, чтобы он шел там голым через город, и был ему максимальный позор. Ну, друзья мои, я же человек, который может посмотреть и с другой стороны, мне интересно было посмотреть хотя бы весь стрим, или узнать подробности, потому что я-то трансляции не видел, поэтому здесь мне помогли зрители и подписчики, которые присутствовали, не просто вот знают про данную ситуацию, а присутствовали в том чате. Также я еще стырил комменты, скажем, у ребят, где действительно были высказывания о том, что происходило. Так вот, произошло следующее. На официальном канале кое-кто попросил у официалов скидку, мол, где есть скидка на что-то там. Салы ответили, типа, да, у нас есть скидка, вот 5%, пожалуйста. И тут пошла та самая реакция. Не понравилась конкретная аудитория людей, то, что всего лишь 5% скидки, они начали оскорблять стримеров, просить 50%, называть их жидами, мудаками, там, как угодно. Там кто-то даже заикнулся, вот как вот даже поясняли в ВТ-блоге, сдохнуть от рака желали стримерам. Даже такое происходило. Вот, мне интересно, ребят, что бы вы ответили, как бы вы отреагировали? Хочу сразу сказать то, что официальный стример повел себя непрофессионально. Разумеется, он не прав. Не прав то, что в любом случае я ответил на подобный коммент. Он сделал глупость, потому что я сам варюсь в этом котле. 5 лет. Я знаю, что такое YouTube. Здесь есть люди, которые совершенно адекватны, интересны, интеллигентны. Они многогранны, но есть совершенно отбитые и неуважающие личную жизнь люди, и которые оскорбляли в том числе мою семью, моих детей. Раньше я агрился довольно давно, когда был зелен и неопытен. Но потом я поумнел, ну хотя недостаточно поумнел, раз записываю это видео, потому что очередной срач мне нахер не надо. И, соответственно, что я могу сказать? Я их просто баню, игнорю, я на них не обращаю внимания, продолжаю общаться с теми людьми, которые умеют вести диалог. Здесь же стример не смог выдержать психологического давления, он не смог выдержать оскорблений в свой адрес, токсичных повадок и ответил. Следовательно, этот стример не может просто на официальном канале стримить с таким подходом. Но, тем не менее, не считая, что он может подвергаться такому гонению, который сейчас создал, например, тот же Берди Буч. Я к нормальной Берди отношусь, но такое ощущение, будто он может быть не в курсе, и слишком однобоко показал эту ситуацию, не пытаясь понять, что происходило в том чате. То есть, смотрите, даже название видно, типа, вот официал назвал всех бичами, всех игроков War Thunder, хотя это чушь, он не называл всех игроков бичами, он назвал конкретную аудиторию, хотя это тоже неправильно, но тем не менее, он назвал конкретную аудиторию, которая агрилась в адрес, скажем так, официала в тот момент. И, соответственно, к ним только относилось данное высказывание, как я понял, разобравшись в вопросе. То есть, явно высасывается из пальца, создается хайп и так далее. Этого Андрея Артамохина нужно просто отстранить от официальных стримов, заставить его извиниться. Хоть хотя, знаете, перед такими людьми я бы не стал извиняться. Но я не официал, мне не надо извиняться. В этом и преимущество. Перед такими вот людьми, которые настолько оскорбляли, называли там «здохни от рака» и так далее, я бы не стал извиняться. У меня нет обязательств перед большой компанией, которая предоставляет контент, игру и так далее. А вот у него есть, он лицо компании. Поэтому именно с него есть спрос. Ему нельзя было отвечать. Соответственно, вот данный скромный ответ с моей стороны в подобной ситуации, в которой, опять же повторюсь, я попытался разобраться и считаю, что сейчас ее просто слишком раскручивают и создают агры на Андрея. Считаю, что сейчас слишком серьезное гонение на данного парня. Несмотря на то, что он и сорвался. Но, блин, это перебор, ребята. Вот, честно, это перебор. Я воевал с улиткой, я помню, как это происходило. Когда был у меня конфликт с улиткой, 99% аудитории было на моей стороне. Оно, видимо, так всегда и бывает. Вот вы приходите в магазин, да? Я просто приведу пример простой. И представьте, вот вы спрашиваете, вот тут хлеб по 30 рублей, скидка будет на хлеб? И вам продавец отвечает, 5%. И вы такой, ах ты ж, сука. Где мои 50%? Сдохни от спида. Вот, как бы вы отреагировали? То есть, вы бы молча его, может быть, вывели бы из магазина, ничего бы ему не продавали. Да. А вот Андрей Артамохин решил вот ему там высказать, ах ты там, бич, как ты посмел там. Ну, что-то в таком духе. То есть, вы понимаете, да, к чему я? Поэтому не считаю, что здесь вот настолько односторонняя ситуация, как может некоторым показаться. Вот. Здесь просто, говорю, создаётся из мухи слона. Некий конфликт. В данной ситуации я считаю, что это перебор. И чрезмерно гнать на данного человека, который оступился, ну, я имею в виду Андрея Артамохина, не вижу разумным. Ребята, можете меня хейтить, можете не согласиться с моей позицией, но мне кажется, я всё обосновал и подтвердил аргументированно. На этом всё, друзья. Всего хорошего вам. И будьте спокойнее, адекватнее, хотя это и YouTube. Вот. Всем пока.